Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. В чем подозревают Павла Ляха? Сотрудниками ФСБ задержан министр спорта Пермского края. Зачем раздувать все вот это показухо? Мастера переделкины. Двух пермяков судят за трансформацию оружия из травматического в боевое. Просто бодрый такой становишься. Фитнес для пожилых. В городе открылись бесплатные тренировки для пенсионеров. Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях задержан сотрудниками регионального управления ФСБ и доставлен на допрос. Эта новость буквально взорвала новостные ленты пермских информагентств. В Минспорте при Каме от комментариев отказались, а вот силовики информацию о задержании подтвердили. Причины пока неизвестны, но вероятнее всего действия правоохранительных органов связаны с расследованием дела о хищении 13 бюджетных миллионов при реконструкции стадиона «Динамо». Напомним, в июле был арестован бывший замминистра спорта Руслан Саченко. Кроме него подозреваемыми проходят два руководителя подрядной организации, выигравшей конкурс на выполнение реконструкции. Акт приемки работ подписывал именно действующий министр спорта Павел Лях. До недавнего времени он числился свидетелем по данному делу. Депутаты молодые, планы амбициозные. Пермская городская дума нового созыва провела первое пленарное заседание. Главным пунктом повестки дня стало избрание председателя и его заместителей. За работой думцы в ходе первого рабочего дня наблюдал Олег Романов. Я первенник Наталья Николаевна, депутат Пермской городской думы. В соответствии с статьей 41 устава города Педми буду вести первое заседание Пермской городской думы 6-го созыва до избрания председателя дома. Первое заседание после выборов открывает самый старший депутат из избранных. В нынешнем созыве это Наталья Мельник. Она представила двух кандидатов на пост председателя Пермской городской думы. Это Юрий Уткин и Игорь Рогожников. Голосование было тайным. За Юрия Уткина проголосовали 32 человека. Наш город лучший и крашный. Подчеркну, самый любимый наш город на земле. Город Пермь. Спасибо еще раз за доверие. Как отметил председатель гордумы, работу предстоит начать без раскачки. Депутаты должны объединить усилия и развивать наработки коллег предыдущих созывов. Стратегические документы, программа социально-экономического развития города Перми и план по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми, который фактически сегодня плавно перетекает в муниципальные программы и фактически программно-целевой бюджет. Вот эта стройная система в думском сроке пятого созыва фактически приобрела, собственно, те очертания нормативных документов, над которыми мы сегодня, фактически не оглядываясь назад, будем работать. Следом определили и заместителей председателя. Также подавляющим большинством голосов первым зампредом выбрали Дмитрия Малютина, вторым Алексея Грибанова. Я считаю, что сегодня выбор сделан Думой очень правильный. И Юрий Крайчуткин, и Дмитрий Васильевич Малютин, и Алексей Анатольевич Грибанов, которые выбраны на руководящие посты в Думе, это очень уважаемые, достойные, профессиональные депутаты, которым можно доверить руль Пермской городской Думы. И я думаю, это очень серьезно повышает, вот та конфигурация, которую мы сегодня избрали, она серьезно повышает наши шансы на то, что Дума у нас получится очень профессионально работоспособная, которая сможет очень много пользы принести родному городу. В ходе избирательной кампании было дано очень много наказов, много получил запросов от людей, то есть, наверное, нужно заняться их реализацией, тем, чтобы обеспечить прозрачность всех процедур, которые здесь происходят. Кроме того, с напутственным словом к депутатам выступил теперь уже экс-глава Перми Игорь Сапко. Он, как известно, продолжит работу уже в Государственной Думе. Олег Романов, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Пока все остается как есть. Напомним, автомобилисты, которые пользуются услугами оператора сотовой связи МТС, пожаловались на то, что вынуждены больше платить за парковку. Вместе с положенными 15 рублями за час с них дополнительно взимается комиссия в 10 рублей. В подрядной организации запуска системы платных парковок компании Ростелеком нам ранее поясняли, что причина кроется в условиях самого оператора. По другим операторам все вот эти сверх 15 рублей платежи, которые при оплате других услуг, оплатили что-то, взимается какая-то оплата, берет на себя подрядчик, то есть мы. А здесь это уже предмет дальнейших переговоров с МТС, возможно, на будущем этапе как-то можно будет этот вопрос урегулировать. Мы отправили запрос в пресс-службу МТС в Фермском крае и получили письменный ответ, суть которого сводится к тому, что компания готова обсуждать проблему. Однако пока к оператору по данному вопросу никто не обращался. И с водителями, оплачивающих услугу посредством мобильника СИМК МТС, по-прежнему взимают на 10 рублей больше. Мы понимаем социальную важность проекта и готовы к диалогу с организаторами проекта относительно удобного алгоритма оплаты парковок пользователями. До настоящего момента от организаторов проекта к МТС никто не обращался. И пользователи парковок, абоненты МТС оплачивают СМС на номер 9878 по базовому тарифу услуги «Легкий платеж», который подразумевает помимо тарификации СМС еще и стандартную комиссию – 10 рублей. Мастера Переделкины в суде индустриального района началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух пермяков, которые трансформировали сигнальные и травматические пистолеты в боевые. Подсудимые называют свои занятия не иначе, как хобби и объясняют свои действия исключительно любовью к оружейному мастерству. Однако у следствия другая версия на этот счет. Репортаж Елены Яговцевой. За год эти двое кустарным способом изготовили 7 единиц боевого оружия. Исходным материалом были сигнальные и травматические пистолеты, купленные в магазинах Перми. Для достижения оптимального результата мужчины руководствовались инструкциями, которые в изобилии имеются в интернете. Есть специализированные сайты, названия звучали в ходе судебного разбирательства. Один был начинающим изготовителем, а второй выступал в качестве учителя. То есть их знакомство произошло на фоне именно любви к огнестрельному оружию. Оружейных дел мастеру и его подмастерью предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и сбытии оружия. Примечательно, что до этого мужчины слыли вполне законопослушными людьми. Они и сейчас считают изготовление огнестрела вполне безобидным занятием. Ведь никто никого убивать не хотел. Человеком вилы можно убить, отверткой пятерых можно убить. И лопатой 10 человек можно угробить. У кого есть цель, у него не было цели. И злых намерений не было. Он законопослушный парень. А если у него нет злых намерений, кроме коллекционирования, зачем раздувать всю вот эту показуху? Однако, как уверяет сторона обвинения, определенные цели, а именно сбыт опасных поделок, подсудимые все же имели. О криминальном хобби двух друзей узнали сотрудники ФСБ. Они вошли в доверие одному из переделкиных и приобрели у него два огнестрельных ствола. Один за 20, другой за 40 тысяч рублей. Один из оперативников ФСБ выступил в качестве покупателя и за достаточно большие деньги приобрел два вида огнестрельного оружия. Соответственно, цель у данных лиц была все-таки направлена на сбыт этого огнестрельного оружия. Подсудимым грозит до 7 лет лишения свободы. Оба признали свою вину и раскаялись. К тому же активно сотрудничали со следствием. Учитывая их безукоризненное прошлое, они вправе рассчитывать на более мягкий приговор. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. 17-летняя студентка Пермского медуниверситета, бесследно исчезнувшая в сентябре, нашлась в Красноярске. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в соцсетях местные волонтеры, занимавшиеся поиском девушки. Напомним, первокурсница перестала выходить на связь с родственниками с 13 сентября. Позже полиция установила, что 12-го числа Валерия, не сообщив никому из близких, приобрела билет на поезд до Красноярска. Ранее озвучивалась версия, что студентка могла попасть под влияние некой секты. По данным красноярского портала НГС-24, девушка якобы в течение двух лет переписывалась с оккультистом из Красноярска, а также вела в соцсетях паблик, посвященный магии, ведьмам и демонам. Куда делась посылка? Пермячка Кристина Казанцева пожаловалась в редакцию ТСН о пропаже отправления, в котором содержался большой продуктовый набор. Калорийный груз был выслан по почте две недели назад и предназначался для ее мужа, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений в Соликамском районе. Конфеты, сигареты, чай, сырокопченая колбаса. Это далеко не полный перечень содержимого пропавшей посылки. Навещать мужа в колонии, расположенной в Соликамском районе, молодой маме Кристине Казанцевой, непросто. Продуктовые передачи она отправляет почтой. Все всегда доходило исправно, но только не в этот раз. 22 сентября она покинула первую вторую и пропала. Я позвонила в Москву, в отделение почты России, и мне сказали, максимум, что мы можем возместить, это сумму пересылки. Но возмещение одних лишь почтовых расходов, а это около полутора тысяч рублей, Кристину не устраивает. Девушка утверждает, что сумма содержимого посылки больше как минимум в семь раз. Вес груза более 20 килограммов. В подтверждение сказанному, отправительница готова предъявить все магазинные чеки. Я сижу в декретном отпуске, и для меня сумма в 10 тысяч рублей это крупная сумма. Если они в добровольном порядке мне не выплатят то, что было у меня в посылке сумму, то я буду судиться, потому что для меня это принципиально. Работники отделения связи, откуда отправлялась посылка, заявили, что необходимо сообщить о случившемся на главпочтант. Если пропажа подтвердится, адресату действительно должны выплатить компенсацию, равную сумме заявленной стоимости отправления. Но поскольку в питанции в графе объявленная ценность стоит прочерк, то вероятность возмещения ущерба крайне мала. Если опись отсутствует, то не факт, что еще и выплатят что-то либо. Надо еще, чтобы она была с объявленной ценностью, то есть страховка. А так больше ничего сказать не могу. Мы сделали официальный запрос в управление Федеральной почтовой службы Пермского края, где сообщили, что в настоящий момент по данному инциденту проводится внутреннее расследование, о результатах которого сообщат позднее. Юлия Алеева, Елена Яговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Детям дорога в бассейны открыта. С понедельника отменены дополнительные противоэпидемические мероприятия по профилактике интервирусной инфекции, которые были введены в начале сентября. Напомним, тогда эпидемиологи временно ограничили купание в бассейнах детей в возрасте до 14 лет. Запрет действовал для объектов при школах и детсадах. Крупным спортивным и оздоровительным комплексом не принимать ребятню было только рекомендовано. Окончательное решение оставалось за администрацией учреждений. Как сообщили в Краевом Роспотребнадзоре, в городе отмечена стабилизация показателей заболеваемости интервирусной инфекцией 12 случаев на 100 тысяч населения. Необходимость в дальнейших ограничениях отпала. Фитнес для пожилых. В Матавелихинском районе открылись бесплатные тренировки для пенсионеров. Занятия физкультурой и гимнастикой проводят в общественных центрах микрорайонов. Организаторы хотят привлечь как можно больше участников, чтобы лишний раз доказать, что пенсия не повод для скуки. Репортаж Евгении Караксиной. Занимайся, если хочешь быть здоров. Вот так, ритмично и под музыку, как делает эта пенсионерка Вера Вершинина. Сегодня она занимается в одиночестве. Вчера, говорит женщина, прошло первое занятие. После стартового дня остальные участники оказались не в состоянии снова выйти на зарядку. Вера Ивановна признается, после такой физической нагрузки и у самой ломит все тело, но стремление укрепить здоровье и поднять себе настроение победила. Энергия такая прибавляется, просто бодрый такой становишься. После огорода. В огороде что, ходишь вот так, да? Эта спина-то... А тут после зарядки все болит, спина болит, все болит, все ведь разминаешься, все тело. При такой физической активности легче пережить постпенсионный кризис, уверяют организаторы. О здоровительной гимнастике все возрасты покорны. Заниматься приглашают всех желающих без ограничений. Бесплатные занятия проходят под руководством профессионального инструктора. Два-три часа гимнастических упражнений в неделю для старшего поколения – оптимальный вариант. Закончился дачный сезон. Бабушкам нужно где-то себя еще показать. И для них, и для здоровья, и общая физическая подготовка. Расписание, оно в любом случае все равно будет еще корректироваться, потому что только начинаются все эти группы здоровья. Но пока мы точно говорим, что понедельник, пятницу мы готовы принять здесь всех, кто желает позаниматься зарядкой, с 12 часов дня при себе иметь спортивную форму. Пока бесплатные группы здоровья проходят только в Мотоверихинском районе. Занятия организуют в общественных центрах всех микрорайонов. Уточнить дату, время и адрес, удобного для тренировки места, можно по телефону, номер которого сейчас на ваших экранах. Евгения Караксина, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Театр Умолста стал местом встречи культур Востока и Запада. Пермский коллектив проводит в эти дни международный фестиваль творчества Мартина Макдонаха. Современный драматург из Ирландии сейчас мировая знаменитость. Его пьесы ставят в театрах Европы, России, Закавказья и Ближнего Востока. С некоторыми участниками форума встретилась наша съемочная группа. Его драматургию многие называют шоковой. В пьесах ирландца Мартина Макдонаха ужасы и парадоксы современной жизни. Они показаны через истории конкретных людей. Вот два брата, живущие в постоянных конфликтах и соперничестве. Местный изрядно пьющий священник пытается их образумить. И ради того, чтобы примирить враждующих родственников, падре готов пойти на страшный грех самоубийство. Спектакль «Сиротливый Запад» в Перми показал коллектив из Шотландии «Театр Трон». По мнению режиссёра постановки Энди Арнольда, герои Макдонаха и проблемы, которые поднимаются в пьесах, универсальны. Мартин Макдонах анализирует жизнь, где нередко совмещаются фарс и трагедия. Он ироничен и наблюдателен. В бытовых и криминальных историях он видит целую картину мира. Я думаю, поэтому пьесы Макдонаха стали так известны и популярны во многих странах. Восточный взгляд на «Сиротливый Запад». Персонажи Макдонаха не так давно заговорили и на азербайджанском языке. Театр юного зрителя из Баку уже второй раз на фестивале в Перми. Коллектив отважился пополнить свой репертуар тремя пьесами ирландского автора. Для их постановки пригласили режиссёра из Великобритании. Бакинские артисты рассказывают, поначалу работать было очень сложно. Слишком разные традиции и правила поведения в Северной Европе и Закавказье. В пьесе «Королева красоты», которую покажут этим вечером, речь идёт о сложных отношениях матери и дочери. Здесь нет ни намёка на любовь и почтение. К тому же немало браной лексики. Там есть слова, которые невозможно принять. Тем более, в нашем регионе у нас есть менталитет. Там были слова, ругания, допустим. Но эти слова нельзя произносить на нашем зрителе. Мы это чуть-чуть меняли по-своему. Последнее слово зрители, наверное, скажут. Это мы сделали. Покажем и посмотрим. А наши зрители приняли. В ближайшие дни публика сможет посмотреть также спектакли коллективов из Черногории, Чехии, Ирана и Северной Ирландии. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова